Утро доброе! Вести Карачаева Черкесия с вами. Уже завершающая неделя лета. Сегодня 29 августа. И если в этот день хорошая погода, то зима пройдет быстро, а весна наступит рано. А вот что нам обещают синоптики, узнаем из свода гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. Автоинспекторы Карачаева Черкесии провели в курортном поселке Архы за оперативно-профилактическое мероприятие, уделив особое внимание сфере оказания услуг туристам. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Пока одни в Карачаеве Черкесии наслаждаются красотами горных пейзажей, другие заняты обеспечением безопасности на автодорогах. Оперативно-профилактическое мероприятие полицейских в курортном поселке Архы было направлено в первую очередь на проверку качества предоставляемых туристам услуг. Тем более, что аренда квадроциклов как автомобилей повышенной проходимости пользуется здесь огромным спросом. В первую очередь обращают внимание на использование ремней безопасности, использование мотошлемов, а также техническое состояние всего выдаваемого автотранспорта. В ходе выявления административных правонарушений устанавливается собственник, с ним проводятся профилактические беседы, и если имеется административное правонарушение, то он привлекается к административной ответственности. Профилактическим беседам с владельцами внедорожников, участвующих в организации джиппинга, было уделено особое внимание. Все-таки далеко не каждый собственник квадроциклов или его персонал соблюдают существующие требования, следят за состоянием транспортных средств. А ведь неисправность авто может привести в том числе к трагическим последствиям. Наличие лицензии, контроль технического состояния внедорожников, их обслуживание, предрейсовый медицинский осмотр – это и многое другое должно быть в полном порядке. Общались дорожные полицейские с туристами, которые решили разнообразить свой отдых экстремальной поездкой по бездорожью. Объясняли им правила пользования квадроциклами. К примеру, что ремни безопасности – это не формальный атрибут, а чаще всего жизненная необходимость. Рема необходимы? Да. Но проверяли, допустим, обслуживающая организация, спрашивала, есть ли у вас права наличие возможности управлять транспортным средством? Да, спрашивали. А то, что у транспортного средства нет номеров, ну понятно, что это не туристов вина? Ну да, мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. В ходе последних рейдовых мероприятий было выявлено 28 административных правонарушений. Из них по использованию ремней безопасности 5 нарушений, использование мотошлемов было, и 4 транспортных средства было направлено на прекращение регистрации в связи с изменениями в конструкцию кузова. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством России. Артур Макцелий-Бастанов при содействии Пресс-службы регионального управления МВД. Вести, Карачао-Черкесия, Архыс. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачао-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременные дождь в отдельных районах сильный. Ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, в горах плюс 7, плюс 12, днём плюс 26, плюс 31 и местами плюс 18, плюс 23 градуса. В южных районах высокая пожароопасность. Черкесске переменная облачность ночью без существенных осадков. Днём небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днём плюс 29, плюс 31 градусов.